Годы, прошедшие с событий грузинской агрессии августа 2008 года, убедили нас в нескольких вещах. Первое. Официальный Тбилиси и грузинское общество не только не осознали свою вину перед осетинским народом за очередной геноцид, но и полны ненависти к нашему народу и непреклонны в желании взять реванш. И второе. То, что наши граждане все еще не могут всего этого понять. Иначе чем можно объяснить то, что и сегодня поездки в Грузию в качестве туристов, участие в совместных тренингах и культурных акциях остаются привычной нормой? На днях в социальных сетях прошло бурное обсуждение выступления осетинской спортсменки под грузинским флагом в составе сборной команды Грузии на международных соревнованиях по фехтованию. Особо возмутило осетинских интернет-пользователей то, что осетинская фехтовальщица Майя Гучмазова вышла на помост с изображением грузинского флага на спортивной форме. В инстаграме ее фотографию с грузинским флагом на бедре поместили рядом с изображением грузинского солдата, пришедшего в Цкинвал с таким же символом на нашивке. Для жителей Южной Осетии эти кресты на белом полотне являются символом смерти, которую сеяли грузинские войска на улицах города и сел. И находиться под сенью этого полотнища грузинских крестоносцев вообще и для осетинки особенно является кощунством. Наши соотечественники в основном не одобрили решение осетинской спортсменки выступать под флагом Грузии. Но были такие, кто высказался в защиту Майи Гучмазовой и в качестве аргумента приводил в пример осетинских атлетов, принявших гражданство Узбекистана, Азербайджана или, например, Испании. Вот только в отличие от Грузии, ни Испания, ни Узбекистан, ни Азербайджан не пытались стереть с лица землец Кенвал и окрестности. Что же это такое творится с нашим народом, если люди массово не понимают предельно очевидных вещей? Осетин, представляющий Грузию такой же манкурт, не помнящий родства со своим народом, как какой-нибудь азербайджанец из сборной Армении. Можете себе представить подобное? Вот и мы не можем. Зато спокойно воспринимаем своего соотечественника под кровавыми знаменами Сак-Артвелло. Государство Грузия устроило несколько геноцидов осетин только за последние сто лет. Нас мучили, сжигали и закапывали живыми в землю, размахивая флагом с крестами. Те же кресты сегодня красуются на форме юной осетинской спортсменки. И это нельзя характеризовать иначе, как беспринципность и неуважение к памяти своего народа. Не менее удивляют осетины, посещающие Грузию, как туристы, которые по возвращению домой в восторженных эпитетах отзываются о шашлыках Лобио и Сациве. Да что там туристы. Еще недавно даже представители осетинской интеллигенции, участвовавшие в различных круглых столах, симпозиумах и форумах в Тбилиси, пели дифирамбы всему грузинскому, не подозревая, что тем самым доказывают свои ущербности и низкопоклонства. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Хотелось бы напомнить нашим соотечественникам, приходящим в трепет от всего грузинского, что раболепие отнюдь не поднимает их высоко в глазах грузин. Для них осетин и абхазы навсегда станутся людьми второго сорта. Недавно известный русофобий узколобый националист Вахтанг Кикабидзе сделал очень знаковые откровения в телеинтервью. Помимо прочего, Кикабидзе озвучил то, что в Грузии традиционно думают об осетинах и Осетии. Осетия – это один стадион народа всего. Там, в Южной Осетии. Это, самое главное, это коренная земля в Грузии, коренная. Абхазы, народ, который есть свой язык, все у них нет слова «лодка», «корабль». Это пришедшие люди много лет назад. Был такой, да, вы так машины были у нас, царь. Очень прогрессивный был человек, который, чтобы защищать границы, ну, народу-то мало было в Грузии. Все воевали, когда надо было, выходили. Он, и они поселились там. По мнению Кикабидзе, один стадион – это эквивалент того, с чем можно не считаться. И, по сути, он сказал журналистке, что считаться с мнением стадиона – себя не уважать. «Понять махрового националиста Кикабидзе можно, ведь он никак не может смириться с тем, что Южные Осетины, которых, как он сказал, всего с один стадион, решились заявить о праве на землю своих предков и смогли отстоять это право. Тут уж и спать и есть не будешь». Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь, я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Грузины выгнали из Грузии десятки тысяч человек, лишив всего имущества, только за их осетинскую национальность. Многие из них, тем не менее, до сих пор восхищаются Грузией, Тбилиси и грузинской культурой с ее радостностью и застольями. Но все это их в свое время не спасло. Осетин изгоняли из их домов вне зависимости от того, насколько сильно они любят грузинские танцы, песни и лоббио. Поэтому сложно понять осетина Георгия Козаева, рассказывающего о потаенной любви к Грузии, из которой изгнали его соотечественников. Интересно узнать, разделяют ли чувства автора поэтических стенаний осетин из Тарсугума, которым уже который год закрыт въезд на родину предков. Сегодня сторонники налаживания грузин-осетинских контактов пытаются нас убедить в том, что в преступлениях Гомсахурзе и Исаакашвили грузинский народ не повинен. Что простые люди и представители национальной интеллигенции – само воплощение толерантности и человеколюбие. Все это иллюзия, ведь так же говорили солдаты и генералы фашистской армии, оправдывая свои преступления приказами Гитлера. Но 20 мая 1992 года не Гомсахурзе спускал курок автомата, расстреливая стариков и женщин на Зарской дороге. А в августе 2008 года не Михаил Саакашвили нажимал кнопку реактивной установки «Град», посылая смерть на жилые кварталы ночного Цхинвала. Агрессию против Южной Осетии поддержало все грузинское общество, безразличие на сословия. Поэты и художники, таксисты, продавцы, повара и крестьяне – все были единодушны в ожидании уничтожения не только юго-осетинской государственности, но и изгнания всех осетин. При этом в Тмилисии благосклонно согласились бы с тем, чтобы и на территории выжженной земли все же осталось с десяток другой осетин, чтобы показывать их западному сообществу, как пример национальной терпимости. Из всех видов лжи самый опасный – ложь самому себе. Войны хотел не только Саакашвили и его окружение. Грузины в большинстве своем одобряли идею уничтожения Южной Осетии, а Саакашвили просто исполнял их чаяния. Претензии грузинского населения к своему президенту впоследствии свелись не к тому, что он устроил бойню под Цхинвалом. Грузины в массе своей критиковали его по сути за то, что он не смог сломить Южную Осетию. Поэтому попытки отделить преступления грузинских правителей от грузинского общества вредны и опасны. И жаль, что осетинский обыватель этого не понимает. Изгнание осетин из осетинских сел Грузии, Зарская и Ерецкие расстрелы, пытки и истязания осетинских заложников, атака на спящий Цхинвал – все эти преступления грузинского национализма еще не стали частью общенациональной осетинской памяти, поскольку единое информационное, символическое и смысловое пространство пока не сформировано. Поэтому и в дальнейшем мы будем лицезреть спортсменов осетин под грузинскими флагами, осетинских туристов, поющих Тбилисо, представителей национальной интеллигенции, приходящих в унизительный восторг от всего грузинского. Субтитры создавал DimaTorzok